Всем привет, с вами Недбар и вы смотрите 13 серии игры City Skylines. В прошлой серии открылось очень много всего, а я успел поставить всего лишь один морской порт, или как он там называется. Нет, просто порт, куда приплывают уже корабли активно, приходят студенты, студен... какие студенты? А приходят туристы, и очень много туристов. Я тут даже сделал несколько автобусов экскурсионных, сделал воздушные шары, которые уже у меня где-то должны летать тут по городу, но что-то их не наблюдается. Наверное, а вот у Лития Ладина далеко, даже следить за ним нельзя. В общем, тут всё отлично, но открылось и много всего другого, что мы посмотрим после рекламы. Предлагаю вам поиграть в космическую ММО-стратегию Starfall Online. Это новая игра от отечественных разработчиков, где вы собственным флотом будете изучать вселенную, качаться, а также улучшать корабли для того, чтобы участвовать в сражениях как в ПВЕ, так и в ПВП с другими игроками. Игра сейчас находится в активной разработке и абсолютно бесплатно. Так что, если вам интересно, переходите по ссылке в описании, скачивайте и играйте. А теперь продолжим. Как я и сказал, открылось очень много всего, и в первую очередь очень важно заменить вот эти вот сливные станции, экологические водосбросы, на действительно экологические, потому что вот эти вот они всё-таки грязноватые. И я вот смотрю, что, наверное, всё-таки справляется этот плавающий мусоросборник, потому что, по-моему, вода за ним немножко почище будет, чем перед ним. Но это не точно. В любом случае нужно заменить все вот эти вот водосбросы на более чистую их версию, а именно на экологическая водочистная станция. То есть у нас стояли вот эти вот экологические водосбросы, которые приблизительно, наверное, равны по степени чистки водочистной станции обычной, ну а мы в свою очередь поставим сейчас экологические водочистные. Смотрим скорость тока. У этих 60 тысяч кубометров в неделю, а у этих 160 тысяч. Получается, что на две вот этих, это 320 тысяч, приходится где-то пять этих. А у нас их тут на текущий момент... 7 штук. Ну, короче, получается 3 штуки. Поставим таких и будет достаточно. Правильно. 7 на 6 42, а таких 3 на 1648. Поэтому, да, конечно же, 48 больше, чем 42, поэтому это мы все сейчас аккуратненько снесем. И вместо них установим 3 водоочистных экологических супер-водо... Короче, вот эту вот штуку. Так, ну как-то поаккуратнее нужно. Я, наверное, уберу вот сюда сначала трубу полностью. Сначала набережную сделаю, чтобы совсем идеально ровно было. Это уже финальная стадия, потому что тут уже переделывать ничего не придется. Лучше, чем это, ничего нет, поэтому именно это мы и будем ставить. Да, пожалуй, это очень даже неплохой вариант набережной. Я его до камней доведу. Думаю, что мусоразборник я ставлю. Ничего страшного, если он тут останется. Пусть очищает. Мало ли, вдруг действительно очистка все еще какая-то нужна. Не знаю, как далеко мне это вести. Наверное, я аж сюда до этого канала доведу уже. Так, чтобы тоже окончательно все у меня было. Аккуратно. У меня стоит мод на то, чтобы я мог набережную ставить где угодно совершенно. И сейчас я ее проведу по аналогии с той дальней. То есть где-то... А, ее даже соединить можно, вы хотите сказать? Ну, соединить я, наверное, не хочу. Это как-то чересчур уже. А вот провести проведу. Все выровнял. Теперь идеально хорошо. Кто-то мне, кстати, под прошлой серией писал. Объяснял мне, как пользоваться модом мувит на то, как дороги поднимать и опускать. Да я знаю это все. Я даже не знаю, к чему вы это писали. В каком конкретном моменте я там чего-то не сделал. Вы, кстати, если чего-то пишете, то обязательно оставляйте тайм-код. Потому что потом по комментариям... Мне очень сложно понять, о чем именно идет речь. Вам-то контекст понятен, а мне абсолютно нет. Я не помню всю серию уже на тот момент, как... Выставляйте. Тем более серия-то она длинная. Зря с паузы снял, судя по всему. Но ничего, сейчас они быстро. Очнутся. Доступность канализации должна будет возрасти. Да. И водопровод тоже нужно добавить. Немного. Но что, как-то его теперь маловато даже. Не знаю, если все водонапорные башни будут тут в этой развязке, то это будет, наверное, как-то странно смотреться, да? Ну и пусть смотрится. Я все равно подобавляю вот так вот. Будет у меня тут идти таким вот способом расставленная водонапорная башня. Так, тут все же хорошо, да? А то я переделывал эту развязку, потому что тут были пробки, но сейчас вроде бы движутся они очень даже аккуратно. Господи, я, кстати, по поводу этих развязок столько вижу на ютубе, как народ там как-то придумывает, как эти круговые развязки сделать, чтобы по ним быстрее проезжали. Да просто плавные съезды делаете, и машины нормально абсолютно справляются в любом случае. Ну вот, кстати, здесь, например, можно было бы поменять, чтобы эти ребята съезжали только в правый ряд, а эти только в левый. Таким образом, было бы удобно, и это, например, можно сделать с помощью трафик-менеджера. Ну так вот они, если будут ехать, мне кажется, что так будет немного получше. Хотя, опять же, и так пробок не было, поэтому какие вопросы? Можно еще здесь тоже плавные съезды сделать и заезды, но я не вижу в этом смысла. Да, по-моему, до этого оно работало немножко лучше. Ладно, вернем, как было, значит. Добавим еще тут соединение, и все, пусть, короче, катаются как могут. Да, все-таки не зря они сразу в левый ряд перестраивались, потому что им так можно проехать тут сразу, и не мешать здесь ребятам поворачивать, которым нужно в этот большой район заехать. Ну, даже такое бывает тоже. Ну, ладно. Не буду им мешать, пусть катаются как им удобно. Тоже не могу не откомментировать, кто-то писал, что я не соединил эту дорогу. Ребята, она не знаю, что пришло вам в голову, что вы посчитали, что оно должно быть соединено. Конечно же, нет. Если тут сделать еще одно соединение на этой круговой развязке, это будет катастрофа. Тут все абсолютно правильно работает, просто для более эффективного использования места, то нужно же вот так соединить, людям так будет удобней. Более того, тут, видите, еще есть пешеходный переход, и можно, например, добавить еще вот такое вот соединение с тротуаром, чтобы люди могли попадать отсюда из домов сразу в промзоны куда-нибудь на вот эти вот фермы. Но это не обязательно делать, просто как одна из возможностей. Так, научные труды плюс один, студентов чуть меньше, привлекательность чуть меньше, но это не принципиально, да, студентов стало поменьше, потому что я не сильно спешу добавлять количество людей. Ну, они пока мне и не нужны. Все, теперь люди могут добраться куда угодно из этого своего райончика, нормально. Трамваями, кстати, поразительно много людей пользуются, вот 90 полностью трамваи забиты по максимуму. Если мы посмотрим трамвайную линию саму по себе, это вот здесь, 409 в неделю, но я думаю, это я вот только игру включил, должно быть больше. То тут на остановках люди ждут, каждый трамвай забит по максимуму, короче, транспорт получился на удивление эффективным. На удивление эффективным. Еще я придумал, что можно такое сделать для удешевления этого расхода на трамваи. Смотрите, у нас сейчас используется 6 трамваев и уход за депо 768. Что мы можем сделать? Мы можем в бюджете уменьшить вот это, да, трамваи. Полностью половину бюджет на трамваи. Сейчас у нас должно будет упасть где-то до, ну, до половины, соответственно. Смотрим, да, 384, но при этом трамваев будет, кстати говоря, наверное, чуть поменьше, да? Трамваев 5. И пока они не заехали обратно, я сейчас это все починю, мы делаем вот так. На этом автобусном маршруте модификатор ставим 200%. Все, опять же, те же самые 6 трамваев, только теперь дешевле. Шах и мат, короче, такой. Просто мы за трамвайное депо таким образом платим меньше. Даже 7 трамваев по деньгам получается дешевле. Ну нет, 7 я все-таки не хотел, наверное. Техника 6, так 7 или 6, или сколько? 6, все нормально. Все те же самые 6 трамваев, только если мы раньше платили 800, то теперь мы платим за трамваи 500. Вот так вот очень хитро. То же самое можно и с метро сделать, потому что бюджет влияет исключительно на станции, то есть где у нас тут, например, есть одна из них, а у этих станций тоже есть содержание, и за него нужно отдавать большие деньги. Вот станция, например. 240 в неделю за станцию мы платим. Если на вот этом единственном маршруте метро, да, у нас одна линия только есть, мы сделаем модификатор сейчас на паузе. Кстати, тут 113, давайте сделаем 226. Ну, 250 получается, потому что нужно, чтобы было в два раза больше метро. И снижаем, опять же, бюджет, и получаем, наверное, то на то, только теперь намного выгодней. Такой вот лайфхак. Что еще я думал? У меня тут должны были уже открыться пропускные пункты, которые добавили... Пункты взымания платы. Которые добавили в DLC Industries. Наверное... Нет, подождите, не в DLC Industries. Или Industries. Я уже забыл, где их добавили. Или в Мастронзите. По-моему, все-таки во время Индостриса их добавили. Жалко, подсказок никаких нет. Было бы удобно. И вот есть большие односторонние, есть односторонние поменьше. И я думаю, что вот тут на въезде в город можно эти односторонние и поставить, которые поменьше. Небольшие. Вот такие. Потому что тут у меня двуполосная дорога идет, и как раз на ней такой пропускной пункт станет идеально. Тут место пошире, да, как раз идет. И провода, возможно, мы сможем убрать таким образом, потому что связь появится. Но перед тем, как я это сделаю, я хочу применить политику одну. Проезд, где-то тут был. Городское планирование, может быть. Да, автоматизированный пункт взимания платы. Таким образом, мы будем меньше денег за него отдавать, но зарабатывать тоже будем прилично, потому что ж люди будут пользоваться. Все отлично, теперь немножко денежек будет приваливать. С этого, конечно, не очень много, потому что содержание тут тоже денег стоит. Давайте по максимуму поставим, пусть люди платят, 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 платят. Да, они могут это объехать, но объезжать не будут, потому что им очень долго придется это делать. То есть им придется на вот этой развязке заехать так, потом по этой дороге, потом туда. Ну, совсем непросто. А вот теперь, да, пусть заезжают, пусть платят, и дальше уже разъезжаются так, как им удобно. Да, денежки будут валить, конечно, хорошо. Теперь я хочу продолжить улучшение города, потому что я как-то так начал в других уже областях застраиваться, но обратите внимание, что тут у меня очень мало жилой зоны. Тут в основном такая идет коммерция, здесь идет деловая зона, но жилой тут очень мало. Ну вот разве что вот этот вот райончик, он, да, он жилой, потому что тут рядом фермы, и людям надо там работать кому-то, и вот этот район, он сделан целиком и полностью для того, чтобы содержать вот этих вот фермеров. И, возможно, здесь тоже я фермы построю, напомню, что они у меня как раз вот в этих местах и есть. Короче, тот район в любом случае нужен. Но я все-таки забыл совершенно про то, что у меня был план здесь город пытаться, по крайней мере, улучшить до высокой плотности заселения, чтобы он уже получше смотрелся, поаккуратней. Так что постепенно буду заменять вот эти вот дома обычные на дома европейского стиля, но высокой плотности. И в то же время, тут у меня еще, видите, дорожки есть велосипедные. Я говорил, что везде, где у меня будет высокая плотность, вот в этом городке, там у меня будут велосипедные дорожки. Это вот двуполосная дорога с велосипедами. Здесь ничего сейчас не снесу, может быть какие-то автобусные остановки, но они должны будут вернуться обратно на свои места. Они от этого не пропадают. Ну давай же. Да, все там нормально, и здесь тоже работает. Очень много людей на конкретной этой остановке, потому что, видите, тут рядом школа, тут такой источник очень большой людей. У меня, в принципе, все остановки расставлены так, чтобы они были возле каких-то скоплений людей. Это либо возле школы, либо возле станции метро, как, например, вот здесь вот автобус останавливается, либо возле парков каких-то, либо еще где-то, 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 либо вот тут возле порта. Короче, все эти остановки, они сконцентрированы, и в том числе они же есть и в некоторых местах, где людей не так много сконцентрировано, но там, где они живут. Это тоже важно. То есть тут нужно баланс какой-то находить между тем и другим. И будет хорошо. Так, тут у нас кладбище. У меня вроде бы был мод на автоочистку, но по всей видимости он то ли не работает, то ли что-то с ним случилось. Могу ли я дальше тут что-то по колледжу делать? Нужно набирать студентов. Для того, чтобы студентов набирать, конечно же, нужно больше людей. Плата за обучение, расходы, ну, немножко больше, да, у нас расходы, но они будут увеличиваться постепенно. Это из-за вот этих научных трудов. Я уберу полностью, потому что, по-моему, неэффективно вообще. Лучше вот ставить вот так вот, финансировать, и в таком случае хоть какие-то исследования будут у нас проводиться. Так что у нас по музыке было, по литературе давайте еще тут сделаем. Студенческий спорт тоже. Вот у нас больше... Ого-го, а по победам мы вырываемся очень сильно вперед. Я думаю, это благодаря политикам тем. Ну, я же все-таки деньги трачу на людей. Вот один из матчей был отменен. Интересно, почему? Хороший вопрос. Так, тут пожарчик возник, я смотрю. Но здесь по пожарной безопасности все плюс-минус хорошо. Можем еще так как-то невзначай поставить вот такую вот башенку здесь. Она вроде бы как и за пляж может отвечать, а может и за дорогу. Ну, типа, да. Такая обзорная, в то же время она тут улучшит пожарную безопасность, дома будут улучшаться, хотя тут специализированная коммерция и улучшаться некуда, но это все-таки игра, давайте принимать то, что тут какие-то уровни абстракции все-таки присутствуют. Будем немного подыгрывать тоже самой игре. И нужно дальше продолжать строить больше деловых зон или же промышленных. Посмотрим, что мне здесь, не все ли я застроил под эту зону. Ну, практически все, тут уже очень слабая такая, можно немного сюда еще зайти и построить дополнительную развязку где-то здесь, потом уже, которая соединяла бы вот эту вот зону. Хотя тут тоже, смотрите, везде куча камня, как-то не очень удачно расположены они, прям там, где у меня мосты. Хм, ладно. Уйдем тогда вверх немного. Проложим эту дорогу, которая дешевая, она очень дешево в содержании, но ее проблема в том, что она шумная. Тут нас это не сильно волнует, поэтому продолжаем в том же духе. Немного оквадратимся. Тут, конечно же, так наискосок слегка и вот так добавим, да. Интересная форма получается у этой промышленной зоны, но поля должны нормально стать. И давайте еще кусок тоже зарисуем под них, по-моему, очень даже хорошо. И в скором времени мы уже сюда тоже будем прокладывать дальше трамвай, потому что вот у нас уже эта линия подготовлена, людей тут катается много, поэтому это нужно сделать и это можно сделать. Добавлю еще немного сюда офисов. Должно быть нормально. Возможно, в скором времени, если эта зона сильно разрастется, то это будет захламлять нам вот эту вот развязку. Ну, что-то мы с этим, возможно, придумаем. Может быть, я тут сделаю разделенный съезд и выезд, как, например, это сделано... Воу! Автосохранение прошло. Как, например, это сделано здесь. Будем смотреть. Тут же я дальше пущу шоссейные дороги. Две параллельно друг к другу. Тут, правда, камушки. Мне их так жалко. Может быть, сейчас с помощью мови-то я выделю и перенесу все эти камни куда-нибудь, так, чтобы они не пострадали. Ну, пусть вот там будут, да, возле этой развязки. Хорошо выглядит. А тут я проложу две шоссейные дороги. Пока мне не получается их полностью до конца довести, но потом еще тут оно соединится еще одной развязкой. Но это когда-то уже потом. В будущем. Ну, а пока приходится довольствоваться тем, что есть. Это вот две параллельные прямые проведем. И тут у меня будет очень хитрая развязка. Выберем одну из дорог, с которой мы будем делать пересечение. Но я думаю, что вот эта все-таки основная идет, поэтому ее мы, наверное, и используем. А вот эти шоссейные дороги опустим немножко ниже на уровень с помощью, опять же, мода мувиц. Есть, опустил. А эту дорогу проведу над этим всем с помощью такого вот моста. По идее, опора тут не нужна нам. Конечно, я мог бы как-то вот так поставить, наверное, да, что оно мне предлагает. Ну, давайте попробуем без этого справиться. Ну, я думаю, что какой-то такой мост вполне нормально смотрится. Я вижу здесь проблема с водой. Немного как-то не уследил я. Да, тут как раз ровно кусок один остался без воды. Все, вода теперь там есть. А тут мы продолжим строить развязку. Многие из вас уже догадались, что это за тип развязки здесь будет. Вопрос только в том, вот чисто для меня стоит ли сделать так вот наискосок, а это, наверное, стоит. Пусть немножко поразнообразнее будет вся эта ситуация с развязками в итоге. Ну, а что? Я думаю, прикольно получилось. Необычно. И выглядит, ну, реально неплохо. Как по мне. Сейчас мы тут немного еще деревьев добавим. Главное, что тут под прямым углом пересечения получилось на этих съездах. Тут, правда, какая-то горка не очень красивая, но тут все-таки ландшафт тяжелый для строительства был. Сейчас мы это подровняем немного совсем. И будет хорошо. Да, пожалуй, так уже очень даже прекрасно. Ничего страшного-то, что оно слегка на разных уровнях. Та дорога идет, которая под этой трассой, но в целом, да, вроде бы ровненько получилось, и как будто бы так оно и должно быть. Все, этот мост пусть так и остается. Тут светофор игра мне посоздавала, к сожалению, вот этого я не хочу. Они тут не нужны. Я не рассчитываю большого трафика именно на вот этой развязке, потому что у меня будет стоять еще одна вот здесь вот, где-то в этой местности, и еще одна здесь. То есть люди как-то разъедутся и по-другому, и без этой развязки тоже, но это пусть тут остается. И да, деревьев нужно подобавлять, потому что смотрится скучновато, если честно. Силу кисти уменьшим. Ну вот, как будто бы всегда так и было. Отлично, много разных деревьев, и как-то теперь уже не так пусто, и очень даже прикольно получилось. В автоматическом режиме рассадил, и замечательно. Еще можно склон подредактировать, но не хочется такие мелочи вам показывать, конечно. Я их обычно вырезаю, но пусть в этот раз вот так вот остается, потому что получилось очень прикольно. И да, можем еще немного продолжить строительство коммерческих зон, потому что их требуется много. Эту дорогу проведем дальше вот так, вот она тут неплохо ложится. Ну а здесь все как и везде. Есть небольшая опасность сделать вот тут коммерческую зону, потому что будут сразу же создаваться пробки еще до того, как машины разъедутся, поэтому я совсем аккуратно вот так перенесу ее на эту часть дороги. Пусть лучше там у меня будут какие-то офисы в начале города или что-то в таком духе. Проверяем, есть ли тут вода, воды тут уже нет. Кто-то может сказать, что я с большим размахом сильно делаю воду, но я-то знаю, что я потом вот в этих же местах все равно еще что-то буду строить, поэтому пусть заранее будет большое количество труп, чтобы полностью все это покрывалось у меня. И деловые зоны, да, как и хотел. О, плюс один, студентов плюс 137, а и здесь плюс 133. Хм, супер, ну видимо я там улучшил кусок города и вот оно дало о себе знать. Хорошо, сейчас значит еще будем в том же духе продолжать. Лучше только еще вот эту часть. Все, отлично. Я думаю, что-то очень крутое тут в итоге у меня получится с этим городком небольшим, а мы вернемся тем временем к нашим вот этим профессиональным училищам и так далее. Студента 400 из 500, но немножко не хватило. А может быть что-то еще можно улучшить? Повышает здоровье? Нет, бесплатные обеды повышает счастье студентов. За каждого студента сколько тут их получается? 400? То есть я 400 заплачу за бесплатные обеды просто чтобы они были более счастливы? Приглашенные ученые расходы на содержание факультета возрастают на 25. Но давайте попробуем ученых пригласить уж не зная что получится. Плюс 20 к привлекательности кампуса повышает счастье студентов минус и вы не получаете прибыли от платного обучения в кампусе. Э, не... Ну хотя тут не так много мы и получаем но все равно жалко. Ну что еще кусочек города тогда улучшим вроде бы в правильном направлении все это работает у нас сразу вот эту всю большую площадь я буду перестраивать и сразу же на ней же заменю тоже дороги на не этот островой и вот велосипедный немного путаю я иногда очень уж похожи они все пусть строятся постепенно мы их добавляем потому что если мы обратим внимание на количество в показателях города велосипедист так это население где же кстати туристов можем еще посмотреть вот видите резкий такой скачок был и пока что на том же уровне оно и держится а вот велосипедисты так туристов убираем немного упало количество их кстати почему-то или это непонятно кстати в чем это исчисляется потому что у меня людей так в городе в принципе нет а я понял это 511,03 вот так вот они считают то есть это среднее количество какое-то непонятное полчеловека типа на велике катается ну да почему-то резко упало мы будем с этим разбираться может быть из-за добавления общественного транспорта меньше людей стало кататься на велосипедах не знаю ох кошмар какой как много людей это а возле метро и тут видите много автобусных маршрутов везде кто-то садится везде что-то забирают хм да куда вы едете ребят по всему городу разъезжается кто как пешеходов можем посмотреть надеюсь что мне покажет оно да смотрите по всему городу расползается кто-то сюда идет но тут проще на метро было бы им поехать странные ребята но пусть пока хоть так еще нужно немножко коммерческих зон ну коммерция у меня вот в этой зоне получается идет среднее кольцо много очень ее требуется может быть где-то поставить отдельную коммерческую зону высокой плотности чтобы туда люди съезжали но под это нужно выделить прям такую хорошую развязку какую-нибудь и там это сделать большой торговый центр какой-нибудь или что-то в таком духе но людей туда будет конечно тьма ехать и нужно еще подумать где бы вот это вот все разместить теперь деловых требуется ну мы их тоже сюда добавим получается мне вот тут прослойчика идет деловых но в центре совсем немного у меня будет жителей очень странно получается баланс сделан между жителями и деловыми всякими вот этими зонами не совсем я понимаю почему тут тоже как бы много как видите коммерции и деловые зоны тут есть но этого не хватает для всего что мне нужно наверное немного я здесь сделаю коммерции еще вернее не коммерции деловых зон потом если что я их оттуда уберу но пока пусть будет так а развлечения мы где-нибудь в другом месте им добавим кстати пусть вот здесь будет на углу совсем забыл что этим ребятам же нужен парк в этом районе у них вообще тут ничего нет что мы можем давать остров рыболовов наверное чересчур тропический парков то что они вообще ни о чем вот японский сад мне нравится смотрите какой у него радиус большой его поставим вместо вот этого дома например сейчас вот эту менюшку изучу потому что что-то она как-то вылезла и немного мешает так хорошо часть сделали можем такие вот батуты какие-то тут поставить ну не знаю наверное личные вот ботанический сад да давненько давненько я его нигде не размещал а он прикольный вот так поставлю сейчас он весь этот район должен будет покрыть да шикарно тут промышленная зона там они немножко перебьются и что-нибудь уникальное тут тоже я бы хотел разместить у нас много очень зданий осталось разных торговый комплекс например да смотрите тут много у меня коммерческих зон и мы можем сделать и торговый комплекс например тоже тут вот шумно по-моему это офисы идут и как раз таки до людей достанет и до офисов достанет и вообще хорошо здесь расположится типа так ну-ка да везде всем все нравится 1600 очень дорого конечно обходятся мне эти все здания но ничего деньги пока в плюс идут даже в хороший поэтому пока пусть остается как есть добавлю еще немного офисов очень аккуратно так не хочу захватить лишние зоны потому что они у меня отведены напомню под жилые тоже так вот аккуратно по одной точечке очень много работы требуется людям я думаю это после того как я начал здесь улучшать вот эти вот районы большие в зоны жилые высокой плотности в связи с этим я значит что думаю я вот эту вот улицу наверное заменю жилые дома центр города получается около парка на офисы вот вот так будет хорошо и какой-то смысл в этом на самом деле даже прослеживается да потом еще вот это полностью тоже всех людей я отсюда выселю вот так вот вы будете здесь все и тут несколько домиков осталось низкой плотности их я так и быть улучшу до высокой уже здесь хочу сделать кусочек обычных зон коммерческих потому что если я тут построю текущую разметку района то тут получится специализация на туризме будут большие отели а я хочу совсем немножечко и хочу обычных таких вот поставить здесь в два ряда наверное где-то так и дальше еще слой офисов чтобы немножко он отгораживал людей от шума все вот теперь уже такой хороший центр получается с парком все как нужно город немного преображается и становится по крайней мере логичным и понятным ну когда все это затребовалось понятное дело что делать это пришлось на низкую плотность так много сейчас уже это нужно делать и я это делаю так что там еще открывалось такое чтоб я опять не забыл где там эти мейлстоуны смотреть так это следующий этап вот этап столицы территория кампуса университета но это мы потом поставим корабль сделал я дорожки сделал грузовой порт не буду пока ставить и стадион для американского футбола ну вот эти стадионы которые идут сейчас здесь в обучении кстати который есть он самый дорогой уход четыре тысячи в неделю стоимость колоссальная у него просто не знаю зачем нет все какой мы еще тут не ставили из дешевых баскетбольный стадион но мне бы хотелось такой чтоб мы могли наблюдать со стороны много наставлять не хочется туда все чтоб здесь было можем бейсбольный стадион вынести например вот в эту зону сюда это далеко от людей но в то же время недалеко от развязки люди сюда как нибудь доберутся в итоге поменяю это местами с вот этим торговым комплексом или вообще его переставлю например сюда хотя там люди есть но не важно да место для стадиона отличное нашлось вот здесь вот эти дороги нужно прибрать только потом мы сюда еще автобус какой нибудь пустим там у нас станция метро напомню есть небольшая а для бейсбольного стадиона мне просто интересно посмотреть как на нем реально ли на нем кто-то соревнуется как он что как он по земле у нас есть конечно же немногое выровня без этого нельзя ну в пределах разумного конечно тут есть нюансы наверное вообще целиком переделаю эту часть потому что как-то оно немного неровно получается дороги не равняются вот так хорошо и тут у нас вот эта вот дорога изогнутая пошла как раз таки вокруг стадиона да шикарно продон какими-то такими фрагментами идет обратите внимание да сделан из нескольких частей это необычно так и тут около этого стадиона образовалась какая-то площадь и с ней нужно что-то придумать тоже может быть просто по приколу поставим сюда парк обычный какой-нибудь совершенно например несколько таких площадей просто чтобы они были посмотрим какая больше подойдет ну кстати наверное вот это и подойдет да мне нравится такой вариант ну-ка ну да немного оно так есть хорошо площадочка есть я думаю что люди на нее будут попадать в любом случае а если я это добавлю то оно пересечется не очень хорошо нужно какой-то и простой парк как я и хотел изначально какой-то самый большой влезет он сюда не влезет ну к сожалению по-моему не влазит да сейчас посмотрю конечно ну кстати нет вроде бы очень даже хорошо влез ну пусть так и остается тогда да неплохо неплохо получается пока пусть так деревьев я немного потом тут добавлю чтобы эту всю территорию украсить и давайте сделаем здесь уже небольшой маршрутик от метро наверное к стадиону чтобы у людей была какая-то возможность туда попадать буквально пару остановок вот так вот так вот здесь еще одну все пусть вот так вот и остается я думаю что совсем маленький маршрут в любом случае неважно в каком в какую сторону смотрим будут ли им пользоваться действительно ли я не ошибаюсь что людям нужно добираться каким-то образом до например стадиона и они будут платить за это деньги мне чтобы ехать на автобусе потому что людей тут видите много автобус останавливаться будет и это хорошо посмотрим что с этого в итоге выйдет надеюсь автобусов попадет туда немного но не настолько много как может показаться следующий матч у меня будет 17 10 36 года очень скоро кстати говоря и мы можем на него даже посмотреть правда если я не ошибаюсь то этот стадион не относится ни к какому кампусу а я бы хотел чтобы относился поэтому сейчас очень хитро мы его присоединим ну так же можно правильно да гуманитарный колледж теперь против Ренмонд крокодилы отлично странно что я вообще смог поставить этот стадион не на территории кампуса где-то вдалеке от него так вот автобус приехал в нем было в нем были люди какие-то и даже обратно в него сели по-моему 13 сейчас он подождет потупит немного ну посмотрим мне так долго осталось буквально 5 дней мне на сам матч интересно посмотреть кстати ребят напишите в комментариях кому известны правила бейсбола такая игра не очень популярная у нас я не уверен что в стадионе есть и да вот начался наконец-то матч опять же черлидеры поддерживают команду кампуса как и заказано пока что видимо счет 0-0 мячей страйков ничего пока что нет люди плоские те же самые тут на стадионе ну хоть какие уже есть тоже хорошо и не знаю сколько пока зрителей но вон желающие есть на вход в том числе тоже стоят какие-то ну сейчас саму игру дождемся тоже интересно посмотреть а вот посетители смотрите почти максимум 690 и 750 это очень хорошо можем даже наверное тогда деньги цену за вход поднять раз так много желающих а вот игра началась так что-то происходит в общем какая-то такая игра перебегают с одного места на другое мяч бросают кто-то его отбивает и что-то в таком духе мы в итоге получаем ну что в любом случае классно на этом я думаю будем заканчивать спасибо большое что смотрели подписывайтесь на канал ставьте лайки под видео оставляйте свои комментарии пожелания и увидимся в следующей серии